Но я не могу ждать вечно, пока ты решаешь мою судьбу, так что я хочу, чтобы А.Т. ответил мне прямо здесь и сейчас. Мирари с удивлением смотрит на меня, когда я отстраняюсь от неё. Я подбираю её одежду с кровати и протягиваю ей, вынуждая одеться. Восстановив дыхание, я нахожу в себе силы, чтобы ей ответить. Прости меня, я не могу так с тобой поступить. Только не так. Я знаю, что ты на самом деле этого не хочешь, ты поддалась импульсу чувствам, что вскружили тебе голову. Я не могу воспользоваться тобой таким образом. С сожалению, в глазах Мирари одевается. Её переполняет печаль, но она даже не пытается со мной спорить. При том напоре, что она проявляла всего несколько минут назад, удивительно, как легко Мирари сдалась. Послушай. Заметив, что Мирари уже оделась, я поворачиваюсь к ней. Ты не должна вот так легко отдаваться человеку, которого едва знаешь. Оставь это для того, кого полюбишь по-настоящему. Мирари замирает. После нескольких секунд полной тишины, она склонила голову и смотрит мне в глаза. Значит, если я кого-то по-настоящему полюблю, то тогда можно? Если этот человек чувствует к тебе то же самое, то да. Сомневаюсь, что кто-то смог бы так легко отказать Мирари. Ясно. Значит, ты не чувствуешь ко мне того же. А? Мирари сползает с кровати и встает на ноги. Она направилась к выходу из спальни, но останавливается у двери. Тогда я буду изо всех сил стараться, чтобы ты меня полюбил. Ого. Но, насколько мы знаем, тут у нас плохая концовка, так что этого нихуя не произойдет. Сказав это очень тихо, почти шепотом, она выходит и закрывает за собой дверь. После того, как она ушла, я некоторое время смотрю на дверь, все еще обдумывая, что, бля, произошло. После случившегося между нами, я уже не уверен, что смогу смотреть на нее как раньше. Ну да. У нее там... Такие достоинства. После этой ночи Мирари изменилась, и я пока не знаю, в лучшую ли сторону. Она стала гораздо внимательнее, особенно к мелким деталям. Упорно работала, чтобы отплатить мне за кровь, и все чаще, мне кажется, что она проводит каждую свободную секунду рядом со мной. Благодаря этому, у меня в доме всегда чисто и пахнет вкусной едой. Однако... Женя, я закончила уборку на кухне. Ты знаешь, что это значит? Хех, да, конечно. Иди ко мне. О-о-о-о! Мирари расплывается в улыбке. Похоже, ей очень нравится, когда я глажу ее по голове. Ммм, так хорошо. Хорошо, это стоило приложенных усилий. Теперь я никогда не смогу покинуть тебя. Прозвучало как угроза. В последнее время Мирари все чаще говорит, как она не хочет отсюда уходить. Странно, но Фью перестала приставать к Мирари по этому поводу. Кажется, она решила, что лучше не касаться этой темы и принять выбор Мирари. Честно говоря, я понятия не имею, что мне с этим делать. Женя, когда ты закончишь читать, не хотел бы ты продолжить то, на чем мы остановились прошлой ночью. Ммм? О чем это-то? Ну не заставляй меня это говорить. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Да тут уже все знают, о чем вы, блядь, говорите. Никак не можете удержаться, влюбленные голубки. Голубки? Хе-хе-хе-хе-хе. Очевидно, Мирари рада, что Фью не обижается из-за этого. Я думаю, не стоит говорить о таком при Фью. Хорошо, мы поговорим об этом позже. А пока я займусь уборкой, не забыть наградить меня. Ага, конечно. Как скажешь, Мирари. О боги. Принцесса и так была не в себе, а теперь, когда ты ею манипулируешь, все стало еще хуже. Манипулирую? О чем это-то? Не струй из себя, дурочка. Я отлично понимаю, что здесь происходит. Принцесса хочет остаться, и ты позволил ей думать, что она и вправду может. Вы используете друг друга, но слишком глупы, чтобы понять это. Да ладно, Фью, не будь такой злой. Мы с Мирари всего лишь стараемся извлечь хоть что-то хорошее из этой ситуации. Мы оба знаем, что она скоро вернется в свою стаю. Ты сам-то в это веришь? Фью впивается в меня своим холодным взглядом. Принцесса серьезно хочет остаться здесь. С тобой. Ее чувство к тебе не шутка, и я думаю, что ты понимаешь это. Тебе придется дать ей ответ рано или поздно, Женя. А если ты этого не сделаешь, она заставит тебя. Бля, вот попадалова. Обдумывая слова Фью, я прокручиваю в голове прошедшие дни. Мирари стала чувствительнее, особенно когда речь шла о том, чтобы остаться здесь жить. Все это, а также визит Мирари в мою комнату той ночью вырисовывает четкую картину. Фью права, Мирари правда хочет остаться со мной. Но не как соседка, она хочет чего-то большего. Но могу ли я ей дать то, чего она хочет? Перед моими глазами всплывает ее лицо. Мне нравится Мирари. Правда нравится. Я рад, что она здесь. И глубоко в душе какая-то честь меня хочет, чтобы она осталась здесь со мной. Но также я понимаю, что ничем хорошим это не закончится. Оставшись здесь, Мирари потеряет своих друзей и семью. Она будет изолирована от всех, кроме меня. И у нее никого не останется. Если я действительно забочусь о ней, могу ли я желать ей такой судьбы? Женя, ты еще не спишь? Я хотела поговорить с тобой, пока ты не уснул. Ее мягкий голос вернул меня в реальность. Я поднимаюсь и сажусь на кровать, чтобы лучше ее видеть. Нет, еще не сплю. Тебя что-то беспокоит? Да, можно и так сказать. Мы можем поговорить на улице. Я киваю. Вполне возможно, что Фью могла бы нас подслушивать. Какая же красота все-таки. Прохладный вечерний воздух обдувает мое лицо. Но это приятное чувство. Мирари ведет меня на полянку недалеко от дома. Убедившись, что Фью нас точно не услышит, Мирари поворачиваются ко мне. Ух ты, милаха. Ми-ми-ми. Женя, я не знаю, понял ты или нет, но... Последние несколько дней я делала все ради того, чтобы ты позволил мне остаться здесь. Да неужели? Да я и не заметил. На самом деле я догадывался, но слова Фью развеяли мои сомнения. Погасив в себе желание косить под дурочка, я даю Мирари возможность договорить. Женя, я не хочу торопить тебя в принятии этого решения. Но я не могу ждать вечно, пока ты решаешь мою судьбу. Так что, я хочу, чтобы ты ответил мне прямо здесь и сейчас. Женя, ты позволишь мне остаться у тебя? Я прикусил губу. Ее глаза, полные слез, до сих пор остались у меня в памяти с той ночью. К сожалению, это был тот вопрос, на который у меня пока еще нет ответа. Последствия могут быть серьезными. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Я не могу позволить себе действовать безрассудно. Но время не на моей стороне. Ей нужен ответ сейчас. Ее стая должна знать, вернется ли она. Мне придется сделать выбор прямо сейчас. И вряд ли Мирари будет рада это услышать. Мне очень жаль Мирари. Но мой ответ нет. Я не могу позволить тебе остаться со мной. Я... Поняла. Прости меня за мой эгоизм. Я не должна была навязываться. Ее губы дрожат. Руки сжались в кулачке. Мирари смотрит вниз на свои ноги, пытаясь подавить слезы. Как бы она ни старалась храбриться, ее разочарование было трудно скрыть. Прости, Женя. Мне очень жаль. Я доставила тебе столько проблем. А теперь, когда мне пора уходить, я снова пытаюсь воспользоваться твоей добротой. Я ужасный человек. Да ты не человек, в принципе. Это неправда. Ты тут ни при чем. Я беру Мирари за плечи и смотрю ей в глаза. Мирари, ты замечательная. На самом деле, ты столько всего для меня сделала. Да кто угодно был бы рад, если бы ты у него осталась. Просто я не могу этого сделать, потому что тебе здесь не будет лучше. Я знаю, что творится у вас в стае. И почему ты не хочешь возвращаться? Но именно поэтому я не могу позволить тебе остаться. Мирари, тебе нужно вернуться в стаю, пока ты не потеряла их навсегда. Но... Но разве ты не говорил, что сам сбежал сюда? Сбежал от своей семьи, которая не давала тебе быть свободным? Я знаю, и мне жаль. Но наши ситуации совершенно разные. Тебя там по-настоящему ждут. Ты можешь спасти множество жизней. Я же просто сбежал, оказавшись в сложной ситуации. Я даже не пытался заняться семейным бизнесом. Теперь я никогда не узнаю, смог бы ли я им управлять, если... Смог бы я им... Блядь! Смог бы я им управлять, если бы не побоялся взять на себя ответственность. Там были люди, которые рассчитывали на меня. Но я их подвёл. Я оказался здесь не потому, что хотел быть свободен. Я здесь потому, что трусливо сбежал. И я не хочу, чтобы ты совершила такую же ошибку. Ты слишком добр ко мне, Женя. Даже сейчас ты сдерживаешься, чтобы не обидеть меня. Но тебе не нужно притворяться. Если бы я... Если я тебе нравлюсь... Или... Если я тебе не нравлюсь... Или ты не хочешь меня видеть... Я не буду противиться этому... И просто уйду. Эх... Ладно. Это твой выбор. Если мои слова до тебя не доходят... Будь что будет. Женя... Что ты... Ну, нихуяся. Это, блять, плохая концовка. Прежде чем Мирари успела среагировать, я хватаю её за плечи и прижимаюсь к её губам. Сильно, но так, чтобы ей не было больно, я целую Мирари. Несмотря на удивление, она не пытается меня оттолкнуть. Женя... Я пытаюсь отстраниться, но Мирари обнимает меня за спину. Её удивление моментально сменилось страстью. Она не желала меня отпускать. Женя, это значит... Да. Ты мне нравишься, Мирари. Больше всех на свете. Пока я не встретил тебя, я думал, что проживу всю оставшуюся жизнь в одиночестве вдали от мира. Но с твоим появлением, ты напомнила мне о том, как же здорово, когда кто-то рядом есть. Поначалу я просто хотел спасти тебе жизнь. Но с тех пор я изо дня в день наслаждался твоей компанией и был рад, что ты осталась здесь со... Что бы... Если бы ты осталась здесь со мной. Но это лишь ещё одна причина, по которой ты должна уйти. За одно мгновение счастливая улыбка Мирари вновь превратилась в печальную. Неважно, сколько добрых слов я произнёс. Мой ответ всё тот же. Почему? Я не... Я не понимаю. Почему ты так заботился обо мне? Почему я не могу остаться? Почему мы не можем быть вместе? Почему? Я не знаю, что ответить. Вместо этого я наклоняюсь и целую её в щёку. Такую солёную от слёз. Почему всё так? Всё, чего я хочу, это остаться здесь с тобой. Почему ты не можешь просто позволить мне? Я снова наклоняюсь и целую её, стараясь не смотреть ей в глаза. Но даже не глядя на неё, я понимаю, почему она... Что она сейчас чувствует. Почему? Почему я не родилась с человеком? Тогда я бы была свободной. Мне не нужно было бы волноваться о стае. Но больше всего я хотела бы стать человеком, чтобы быть с тобой. ЗАПАДЛО С того разговора прошло несколько дней. Хорошо всё обдумав, девушки вновь стали такими же, какими были до нашего визита к источнику. Если не считать тех неравнодушных взглядов, что они бросают в мою сторону время от времени, жизнь снова стала весёлой и спокойной. Ну же, принцесса, почему так долго? Просто выбери фильм и давай уже смотреть. Дай мне ещё минуту. Я выбрала два фильма, но не могу решить, какой из них лучше. Так, давай один посмотрим сегодня, а другой завтра. Какая разница? Да, но... Ох... Женя, мы можем посмотреть оба фильма сегодня? Нет. Один выбирает, что другой выбирает Фью. И так по очереди. Как мы и договаривались. Несправедливо. Мирари изображает обиду, но вынуждена согласиться. С каждым днём Мирари всё больше и больше становится похожа на человека. Я был прав насчёт своего негативного влияния. Они уже начали привыкать к человеческой культуре. Если так пойдёт и дальше, они не смогут снова жить в стае. Оставив девчонок выбирать фильм, я направляюсь на кухню. Включаю радио, чтобы послушать прогноз погоды. Нужно подумать о расчистке дороги. Мне нравится с ними жить, но я должен поскорее вернуть их домой. Чем дольше они будут оставаться у меня, тем труднее нам будет расстаться друг с другом. Прослушав радио, я выключаю его и возвращаюсь в гостиную. Впрочем, ладно. Нет смысла думать об этом, пока дороги не проходимы. Когда путь к их логову снова будет открыт, вот тогда решим, что делать дальше. Женя, Женя, я решила. Что решила? Вернуться домой? Сегодня мы досмотрим документальный фильм о Саванне, а завтра будем смотреть про Железного Человека. А, ты о фильмах? Хорошо, не думал, что тебе тоже нравятся супергерои? Супергерои? Да, я про второй фильм. Он о человеке в высокотехнологичной броне, который борется с плохими парнями. О, вот оно что. А я думала, что это документальный фильм о кузнецах. Из чего бы у меня были подобные фильмы? Тогда я выберу что-нибудь другое. Я не люблю насилие. Хорошо, только... Я слышу какой-то хруст. Чего за? Я смотрю вниз, чтобы понять, на что наступил. Это какие-то крошки от ЕД. Я думал, что ты уже подметала сегодня. А? Ой, крошки на полу. Прости, здесь я еще не подмела. Не подмела? Да, я сейчас подмету. Только выберай фильм. Не-не-не-не-не, тебе не нужно подметать их. Такой ковер сложно будет подмести. Ты не слышала о пылесосе? Пылесосе? Ничего, я покажу тебе, как он работает. Но показывать он будет уже в следующий раз. А сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok